Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые дамы и господа, по сути, начать обозначенный доклад от группы авторов. И начать его, позвольте, а можно вот этот экран сделать ещё? С критического случая. Нет, нет здесь ничего. Пациентка 62 лет в конце 2015 года обратилась к гинекологам в связи с жалобами на увеличение живота в объёме, слабость и был установлен диагноз рак яичника третьей клинической стадии. На основании чего был поставлен данный диагноз? Было выполнено УЗИ брюшной полости, в структуре большого сальника определялись очаговые образования, метастатические наличия асцита. При УЗИ малого таза, ещё раз, будьте добры, при УЗИ малого таза и МРТ малого таза за маткой определялось объёмное образование с небольших, с нечёткими контурами. Нет, не могу, мне удобнее так. Яичники чётко не дифференцировались на фоне свободной жидкости. Сзади от шейки матки определялось неоднородное образование с нечёткими контурами 51 мм в диаметре со спространением на параректальную клетчатку. В это же время за ней ухаживает сестра на один год младше, ей 61 год. Она просит тоже посмотреть её, и при этом гинеколог выявляет образование в малом тазу и клинически далее восстанавливается диагноз рак яичника второй А стадии. На основании чего? При УЗИ брюшной полости очаговых образований при этом не определялось, но в малом тазу позади матки определялось образование размерами значительно большими 115 на 75 на 94 мм. При цитологическом исследовании аспирата из полости матки выявлены элементы железистой аденокарциномы. При первом клиническом случае также было проведено цитологическое исследование пунктата заднего свода и также был поставлен диагноз аденокарциномы. Далее эти две пациентки получают три курса, две родные сестры получают три курса неодювантной платиносодержащей химиотерапии. И в феврале месяце выполняется цитроредуктивная операция, оптимальные цитроредуктивные операции и гистологическое заключение серозная карцинома high grade по степени регресса опухоли по новой классификации по объему. Далее эти пациентки детально обсуждаются с докторами и выясняется, что по генеалогическому дереву прослеживается онкологический анамнез, а именно мама в 76 лет умерла от рака яичника и бабушка в 75 лет умерла от рака яичника. Эти женщины из Ленинградской области без высшего образования, но после беседы с доктором понимают о значении дополнительных обследований в плане возможного выявления у них как раз наследственной формы рака яичника. И посмотрите дальше на это генеалогическое дерево. Их обследуют и выявляется БРК-мутация у одной и второй сестры. БРК-1+, вы видите, у первой больной и у второй больной. То есть это доказывает, что здесь как раз наследственный рак яичника. Далее второе поколение, следующее поколение также просит обследовать, доктора рекомендуют обследовать и родственники обследуются. Обратите внимание, что и мужчины, и женщины обследуются. И что выясняется? У старшей сестры два сына и, к счастью, БРК отрицательные. У второй сестры дочь, которая в этот момент была беременная, и тоже БРК отрицательная. А вот сын 33-х лет оказался БРК положительный. О чём свидетельствуют эти два клинических случая? Во-первых, установлен диагноз наследственного рака яичника, который, как мы сегодня уже знаем, что в 10-20% случаев рака яичника сегодня констатируется. Часто мы видим и этот уже сейчас слайд на презентациях, где подчёркивается этнический характер частоты мутации БРК при сирозном раке яичника. Вот здесь вы обращаете внимание на российские данные. Это данные и РОНЦА, и нашего института. Это исследования лаборатории именитого Любченко. И в среднем виде показателей колебится от 14 до 17% частоты наследственных форм рака яичника среди пациенток с сирозным раком яичника. Самые высокие, как мы знаем, это среди популяции больных евреев Ашкеназии. Но посмотрите, и высокие показатели в других странах, помимо Израиля. И Канада высокие данные показывает, и по различным штатам Америки есть колебания. О чём ещё свидетельствуют эти два клинических наблюдения? Что помимо того, что установлен наследственный рак яичника, необходимо обследовать всех больных раком яичника любого возраста, даже без онкологического семейного анамнеза. Правда, у этих двух пациентов вы видели, что есть онкологический анамнез. Но обратите внимание на любой возраст. Мама умерла в 76 лет от рака яичника, бабушка, и сами они заболели в 61 год. Для рака яичника, как мы видим, что возраст не является таким молодой возраст, как это обращается при раке болочной железы, может свидетельствовать о наследственной передаче рака. При раке яичников 25% с мутацией могут быть старше 60 лет. Кроме того, может не прослеживаться и семейный анамнез. И гистотип опухоли тоже серозный high-grade, но и не только больные с диагнозом серозного рака, но и другими гистотипами рака яичника должны обследоваться за исключением муцинозных форм. Следующее заключение, которое можно сделать по этим двум клиническим случаям, что при наличии мутации БРК-1 и БРК-2 необходимо обследовать ближайших родственников, помимо самих больных, не только женского и мужского пола. Мы видим, что здесь как раз оказалась БРК положительный потомок мужского пола одной из пациенток. Почему? Потому как эта мутация может передаваться, мы подчеркиваем, не только по женской, но и мужской линии. И у этих пациентов, у этих пробандов повышается риск дальнейшего развития рака яичника, рака молочной железы у женщин, а у мужчин, кроме того, помимо рака молочной железы, это рак предстательной железы, рак поджелудочной железы. Ну, вот здесь это на слайде более темном еще раз демонстрируется, что при уносителе мутации БРК и БРК-2 возможен риск соответствующих локализаций. Возникает вопрос еще, почему необходимо БРК-тестирование при раке яичника. С одной стороны, это польза для пациентки, и с другой стороны, от этого есть польза и для семьи. Польза для пациентки. Как выяснилось, вот уже Владимир Михайлович сказал, какая масса публикаций до сегодня по БРК-ассоциированным ракам и ракам яичника. В отношении прогноза заболевания, есть ли это вариант наследственной формы рака яичника. Это оказалось, к счастью, с одной стороны, прогностически, то есть возникновение рака яичника было вызвано наследственной передачей, но с другой стороны прогноз по некоторым работам говорит о том, что выживаемость у этих больных выше. Кроме того, это будет обрететь и выбор лечения по выбору химиотерапии, по, возможно, дальнейшем таргетной терапии, но и иммунотерапия, которую мы мало знаем при раке яичника. Ну и, кроме того, для пациентки, уже заболевшей раками яичника, на который мы рассчитываем, возможно, вылечить от рака яичника, если это ранние стадии, к сожалению, возможно, развитие другой опухоли, второй – это рака молочной железы. Но в отношении прогноза, что подтверждает? Вот одну только из работ я покажу, где был проведен анализ 26 исследований по раку яичника, и в распоряжении этих исследований имелись блоки этих больных, материалы, которые позволили далее разделить на БРК положительных и БРК отрицательных больных. И там, где были БРК положительные больные, результаты оказались выше, чем при отсутствии, при спорадическом раке яичника. Вы видите различие 36 при спорадических формах, и при БРК положительных, БРК 1,44% выживаемость, и 52% при БРК 2. Второй момент, что еще какую информацию дает дополнительную, если мы уточняем, есть ли здесь признаки БРК-носительства у пациентки. Выяснилось, что это предикторный фактор в отношении платиновой чувствительности. Вы видите, при герминальных мутациях показатели платиновой чувствительности насколько выше, чем при БРК отрицательных пациенток. Но при этом еще и при соматических мутациях этот показатель оказался еще выше по сравнению с БРК отрицательными больными. Но вот еще то, что американцы любят приводить данные по интерпретариальной химиотерапии при послеоптимальных цитуредуктивных операциях. И вот здесь, если говорить об этих результатах, когда иногда вызывают сомнения, вот сейчас еще одна работа появилась в ГОГ и 252, где не выявлена эффективность дополнительной интерпретариальной химиотерапии. Но те предыдущие работы, вот ГОГ-182 и еще другие работы, где интерпретариальная терапия была эффективна по сравнению с внутривенной. Но когда посмотрели, выигрыш как раз получили те больные, которые были БРК положительные. То есть для них как раз больше выигрыш от такой терапии. Но и то, что будет говориться далее о таргетной терапии при платиновочувствительных рецидивах у БРК положительных больных тоже есть выигрыш в этом варианте. Я даже не на этом хотела остановиться, потому что это будет разговор уже у следующего докладчика. А вот о пользе для родственников больных, у которых выявляется наследственная форма рака яичника. Это оценка риска развития у них опухоли и какие у нас возможности в профилактике этих опухолей. Ну вот то, что знаем, что у них риск выше значительно. Вот если мы посмотрим только для рака яичника, даже опуская графу рака молочной железы, если в популяции риск заболеть раком яичника это 1 из 100, 1% при дожите до 70 лет, то у БРК положительных при БРК-1 мутациях риск возрастает до 50%, то есть 1 из 2. А при БРК-2, ну, несколько ниже риск, но тоже, видите, каждый четвертый риск высок среди носительниц этих мутаций. И тогда встает вопрос, как предупредить данное заболевание у носительниц БРК-мутации. В отношении сегодня, как гинеколог-онколог, мы говорим о раке яичника. Но вот, к сожалению, предложить скрининговую программу очень сложно для рака яичника. Мы знаем, что скрининга для рака яичника нет. Вот большое исследование, здесь приводимые результаты, опубликованные в 2011 году, говорят о том, что трансвагинальные исследования с дополнительными углубленными обследованиями вплоть до лапароскопии, лапаротомии, они, к сожалению, не снизили, не увеличили, не снизили смертность при приведении данного скрининга, не снизили смертность от рака яичника. То есть, если выявлялся рак яичника, то в третьей, четвертой стадии, но, кроме того, было много ложноположительных ультразвуковых заключений, которые не оправдывали те инвазивные методы для этих пациенток. Поэтому на сегодня скрининга для рака яичника для общей популяции нет. Но в то же время для носителей БРК-мутации предлагаются скрининговые программы. Какие скрининговые программы? В отличие от того, что мы не можем сейчас предложить УЗИ и делать ежегодно женщинам в отношении выявления рака яичника на бессимптомных стадиях, для носительниц предлагается ультразвуковое исследование ежегодное. И даже в некоторых публикациях говорят о том, что надо раз в полгода и проводить УЗИ малого таза с определением опухоли и маркера СЕИ-125 с возраста с 30 лет, то есть с молодого возраста. Ну и здесь вот рекомендации по раку молочной железы. Вот в этой таблице, которая полно раскрывает те рекомендации по скрининговым программам, мы видим, что для женщин в носительнице БРК-мутации предлагается самообследование для молочной железы. Этот вариант возможен. Но вот в отношении МРТ в молочной железе мы говорили, это с 25 лет до 70 лет делать МРТ, потому что маммография у молодых женщин, она мало информативна из-за плотности молочных желез. И вот в отношении скрининга рака яичника с 30-летнего возраста рекомендуется ежегодное, и даже раз в полгода УЗИ малого таза СЕИ-125. Ну и у мужчин дополнительно предлагается проводить обследование в виде маммографии и скрининга предстательной железы, в отличие от того, что скрининг 40-летнего возраста остаётся дискутабельным скрининг предстательной железы. Другой вариант для носительной мутации может быть предложена химиопрофилактика. Мы знаем, что рак яичника риск снижается при приёме оральных контрацептивов. И тогда возникает вопрос, может быть, и оральные контрацептивы могут снижать риск у носительниц мутации. Но вот эта работа была проведена, одна из работ я вам здесь привожу. И да, оно показывает, что из мутации БРК молодые женщины могут выиграть от приёма оральных контрацептивов. То есть это форма помимо скрининга и приёма оральных контрацептивов. Более дискуссионным вопросом является приложение профилактической хирургии. Я не останавливаюсь на молочной железе, а обращаю внимание на профилактические операции в отношении гениталий. Это приложение о профилактических аднексектомиях или тубоктомиях с засроченной авариктомией. Вот то, что нам известно, что профилактические аднексектомии снижают риск рака яичника на 85-90% и снижают при этом и риск рака молочной железы на 50%. И эффективность оказывается выше, если это в более молодом возрасте сделано даже до 45 лет. То есть возникает вопрос, что, может быть, чем моложе, тем лучше. Но в то же время, когда этот вопрос обсуждается с пробадами, то есть с носительницами мутации, которые обеспокоены высоким риском развития у них рака яичника, с пациенткой ведется беседа относительно того, что выполнение в молодом возрасте гинекологи, мы знаем, это провоцирует развитие поставариктомического синдрома в виде вазомоторных нарушений, сухости влагалища, диспарионии, депрессии, остеопороза, снижения ментальности. Поэтому вот это обсуждаемый вопрос, но еще один момент, который обсуждается, что рекомендации о профилактических операциях, они неузаконены в плане медицинского страхования у нас. И еще другой вариант предлагается. Раз анексектомия будет провоцировать поставариктомический синдром, может быть, этим женщинам для профилактики развития рака яичника можно предложить профилактическую тубоктомию, сосрочную авариктомию. Почему? Ну вот сегодня уже обсуждалось, происхождение рака яичника, одна из гипотез, это гипотеза Курбана, где происхождение рака яичника связывает с фаллопиевыми трубами, и поэтому... Адольф Федор, мы уже на 5 минут. Я заканчиваю, да. Лигирование маточных труб снижает рак яичника, и выявляемая АТП в удаленных трубах свидетельствует, возможно, о происхождении. И вот сейчас такая работа проводится французами, где женщинам старше 35 лет, чтобы не провоцировать поставариктомический синдром, как профилактическая хирургия, предлагается тубоктомия, а потом после завершения репродукции, уже после более старшем возрасте, уже выполнение авариктомии. Но пока ещё результатов этого исследования нет. По этому заключению хотелось бы сделать следующие выводы. Что важно знать для онкогинеколога? Что наследственный рак яичника – это каждый, фактически, пятый случай, и необходимо тестировать всех заболевших раком яичника, независимо от возраста, независимо от семейного анамнеза. Обследовать их на герминальные или соматические мутации – это будет обсуждено во втором докладе. Но герминальные мутации – это важно для пациентов, где забирается нормальная ткань, это важно для родственников больной, где забирается нормальная ткань или кровь, или слюна для выявления мутации. А соматические мутации более важны даже для больной. Это будет говорить Евгений Наумович для выбора лечения. То есть исследуется опухолевая ткань, потому что это ещё дополнительно 6 мутаций. И вот исходя из знаний онкогинеколога, что существует наследственный рак яичника, уже при установке такого диагноза с пациенткой будет обсуждаться выбор лечения, а с родственниками будет обсуждаться эффективная профилактика рака соответствующей локализации с возможными вариантами профилактической хирургии. Спасибо за внимание.